Муж сказал, что между нами не стало искры. Вот купил электрошокер. Сейчас очнётся, ещё раз спрошу. Света села на диету. Свете лишь бы не стоять. А почему вы расстались? Она сказала, что у неё иссяк запал. Что запало? Иссяк. А что это? Да я тоже не понял. Замуж? О, нет. Мы там были. Обслуживание не соответствует прескуранту. Ты ведёшь неправильный образ жизни. Ой, только не надо мне завидовать. Муж-жене. Ну, мать, и растолстела ты. Ты на себя глянь. Смотри, какой пузень отрастил. Это не пузень, а холм славы. Ага, а под ним павший воин. Мы дома ремонт всегда делаем втроём. Я, муж и ещё какая-то мать. Директор-буфетчица. Перестаньте выталкивать пьяных посетителей за дверью на улицу. Не забывайте, что у нас вагон-ресторан. Встречаются две женщины. Вот у тебя муж-моряк дальнего плавания. Ты его видишь неделю в году. Как ты терпишь? Неделю ты? Мадам, мне нужно от вас лишь выпить, переспать и обсудить Достоевского. Боже, я когда Достоевского услышала, подумала, грех не переспать с таким интеллигентным человеком. Лучше виски в руках, чем журавль в небе. Может цениться? Может. Но лучше виски. Хочу купить у вас собаку. Суку? Зачем мне сука? Хорошую давайте. Сука – это полсобаки. Нафига мне полсобаки? Целую давайте. Раньше жена по полчаса стояла у зеркала, прежде чем выйти на улицу. Теперь красота. Напялила маску и готова.